Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это очередной выпуск новостей касаемо игры The Isle of Rima. Перед началом ролика, как обычно, хочется выразить огромную благодарность всем нашим финансовым спонсорам и донатерам на канале за поддержку. Спасибо, друзья! Итак, в этом ролике я расскажу вам краткую информацию по будущему обновлению карты Gateway и новым динозаврам. Также будет немного информации о системе мутаций, яде Дилуфазавра и вообще, что стоит ожидать в будущем. Кстати, отдельное спасибо Сильвестру Лебовске за некоторую предоставленную информацию. Ну а перед началом ролика хотелось бы вновь представить вашему вниманию новый русскоязычный сервер, ориентированный на реализм и ролевую игру по игре Path of Titans. Проект имеет простое и понятное для всех СНГ игроков название «Наш», дабы объединить ру-комьюнити в единый коллектив с общими интересами. Основными особенностями сервера являются хорошо проработанные правила и максимально подробные профили. Призванные обеспечить комфортный геймплей. Фиксированный, а главное сбалансированный пассивный рост для каждого динозавра, учитывающий сильные стороны и потенциальные возможности. Повышенная награда за квесты. Можно сразу получить кучу монет и переключиться на ролевую игру уже с первых минут. Ну а для желающих стать взрослым быстрее рост за квесты будет двойным. Большое количество модовых существ, добавляющих в игру видовое разнообразие. Обучающие ивенты, благодаря которым можно набраться опыта и просто повеселиться. Общедоступная внутриигровая валюта. Получить ее можно, выполняя различные активности в игре, а накопив определенную сумму, вы сможете потратить ее на свои внутриигровые нужды. Клановая система, призванная поддерживать соревновательный элемент между участниками. Отзывчивое и в то же время требовательное руководство, чья деятельность регулируется строгими правилами управления. Удобный дискорд, позволяющий изучить проект максимально подробно. На сегодняшний день проект имеет небольшой, но все же относительно стабильный онлайн в 15-17 человек и нуждается в поддержке новых заинтересованных игроков. Поэтому ребята будут рады всем вновь прибывшим участникам. Переходите по ссылке в их дискорд, регистрируйтесь внимательно, изучайте правила и скорее врывайтесь в мир динозавров. Все в описании. Итак, начнем. По некоторым слухам и информации с новым обновлением. Кого из первых новых игровых динозавров мы получим? Так это Дилофазавр, Гераразавр и Диаблоцератопс. Расстраиваться не нужно. Остальных динозавров мы также получим, но чуть позже. Но эта Святая Троица выйдет раньше всех остальных. Над ними проведена огромная кровопотливая работа разрабами. Все уже ранее известные анимации и механики, о которых мы знаем и что Донди показал нам, они готовы. Проведен некоторый баланс и осталось всего лишь дождаться тестов. Вот когда они будут, неизвестно. Так как стресс-тесты уже не функционируют около месяца. Давайте сразу сфокусирую ваше внимание на том, что выход динозавров, как говорилось ранее, не прикреплен к обновлению. Это теперь лишь этапы, которые могут выходить тогда, когда этого захотят разрабы. Так что я не удивлюсь, что какая-нибудь Герарра может появиться на той же Блинспира. Конечно, идеально для нее гет-ауэй с высокими деревьями. И я надеюсь, что по логике ждем карту. Следом, даже через неделю, выпуск по одному существу в определенные дни. Хотя саму логику разрабов я иногда тяжело понимаю. Ждали карту. Выпустили микропатч на болезнице ротозавра. Следом патч на исправление пинга офф серверов. Мелочь, в общем. Хотя кому-то было приятно, наверное. Дальше микропатч опять что-то связанное с офф серверами. А, да, и на исправление каких-то функций в админской панели. Ладно, это другое. Так что было бы хорошо с начала карты, а потом уже единицы. А лучше все вместе. По стриму Донди также можно понять, что готовится на выпуск ближайших игровых динозавров. Я обвел красным маркером. Кстати, да. Трайк он уже, как многие заметили, даже его Донди на Твиче показал ровно 35 секунд. Можно было понять, он достаточно в хорошей форме, своего прогресса, работая над ним. Также разрабы уделили внимание на полное изменение баланса всех динозавров. В особенности это коснулось стамины. Полная переработка. Время восстановления увеличено. Все будет зависеть от вашего вида веса. Так что не удивлюсь. Что какой-нибудь фулл дайнозух будет рогенить стамину минуты 3 до полной. Ожигать за считанные секунды. Да, кстати, прежде чем продолжим дальше. Поставь лайк, подпишись на канал, нажми колокольчик. Ну, не будь ты жаденый-то, а. Интересный факт. У Диабло Цератопса будет определенная шкала заряда стамины. Как думаешь, как она будет работать? Пиши в комментариях, я почитаю. Все спрашивали точное количество игровых динозавров в будущем. По последним данным проскакивала инфа. 64 динозавра. Для тех, кто хочет ознакомиться с их списком, поищите наши ролики на канале в плейлистах новости. Я там что-то рассказывал о них, помню. Давайте вернемся к Дилофазавру. Как подметил панч-пакет Гипна, ему в последнее время предоставлено большое количество времени над разработкой яда. Возможно, он будет работать так же поэтапно, как яд Родона. Но, как сказали, если это будет внесено, то яд Дилы будет действовать чуть быстрее и совершеннее. А вот увидеть мы это уже сможем только на стресс-тестах. Может, раньше, не знаю. Также напомню, что это будет одна из самых его интересных механик. Я уже рассказывал, как она будет работать. Но еще раз напомню, при укусе у вас будут галлюцинации. То есть, вокруг вас будут создаваться визуальные эффекты. Как будто вас атакуют другие Дилофазавры. Представь теперь на секунду, как это будет выглядеть. Кайф, однако. С нетерпением жду это. По поводу строительства гнезд на деревьях и скалах. Меня спрашивали, отвечаю, эта механика будет в обязательном порядке. Сделана только чуть позже. Сроков не знаю. Но она будет у Геррер, Птернадонов, Гипсилофодонов. Поговорим о карте Гэтуэй. Собственно, скажу так, что в данный момент разраб занимается внесением в новые купола полного интерьера. То есть, гаражи, проходы, комнаты и все прочее, что должно находиться в здании. Поэтому сразу подмечу, при выходе новой карты купола будут закрыты. В помещение вы не сможете попасть, как бы ни старались. Также нас ждет на новой карте погодные условия. Да, грозы, молнии, утренние и вечерние туманы, проливные и моросящие дожди. Это все уже реализовано. Вопрос только, включат ли они их с выходом. Или погодные условия выпустят небольшим обновлением. Пиши в комментариях свои предположения. По поводу искусственного интеллекта. С ним опять у разработчиков появились проблемы. Помните, как-то в одном из роликов мы говорили об этом. Ну, в принципе, так и знал, что это будет. Но вроде должны все поправить. Искусственный интеллект, к примеру, блин, какого-нибудь тенонда работает через чур плоховато. В плане, что либо они все время вас преследуют, то стоят как истуканы. Либо может получиться так, что ты на той же самой тенонда зайдешь в игру на спауне и попадешь к тенам. Они могут вас прихлопнуть. Хотя вроде в них должно быть заложено то, что вы один вид и смысл вас трогать. А еще без разбора начинали, по крайней мере, я видел охоту на хищников. По факту этого не должно быть. Они должны защищаться, когда огромный хищник к ним подходит. Кстати, искусственный интеллект будет находиться на карте как по одному, так и в небольшом стаде. Не только касается тенонда. Как сможем определить игрока от искусственного интеллекта, всего лишь поведением, никаких особо скинов у них не будет. Разве что рандом скин. По механике переноса детенышей в зубах. Пока это не в планах разрабов. Да, может, они этим не будут заниматься от слова совсем. Сейчас это, так сказать, не в приоритете у них. Но я очень сам надеюсь, что они передумают в лучшую сторону. Как видите, господа, планы постоянно меняются у донди. Не надо меня ругать. Интересная информация о будущих насекомых в игре. Ну, о пчелах мы и так уже знаем, но вот вам еще новенькое. Меганевры. Род вымерших, стрекозообразных насекомых, которых разработчики хотят подселить на карте Гэтауэй. Кто-то спрашивал все время про комаров. Вот тебе покрупнее. Не знаю, будет ли она представлена в виде хищного насекомого, но, скорее всего, ведут какой-нибудь урон ее жалом. Небольшой, совсем как в том же арке вроде, я слышал. И, как я думаю, она будет еще одним пропитанием для тех же птеранодонов, либо других небольших хищников. Представьте себе теперь небольшой рой стрекоз возле реки или в небе. По мне, это круто. Ну, все-таки года два назад они же говорили о насекомых и всяких там, блин, ящерицах, змеях. Ну и, наверное, напоследок о мутациях. Не помню, говорил или нет. Да, наверное, говорил, но хочу еще кое-что дополнить. В общем, как можно было увидеть на стриме Гипно, новая стата и таблица в меню вашего динозавра. Каждый нутриент будет влиять на определенную мутацию, которая будет влиять на то, как вы выживаете и что хотите от своего динозавра. И, собственно, скорее всего, мутации будут работать на каждом этапе жизни. То есть, к каждому этапу роста вы сможете прикрепить себе по одной из мутаций. Короче, следите за каналом. Обязательно палец вверх, подписка на канал, жми колокольчик. Всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Субтитры создавал DimaTorzok